МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За минувшие выходные в магаданских соцсетях и некоторых СМИ появилась информация об обнаружении некоего массового захоронения трупов собак. На распространенных фотографиях был виден труп одной собаки, а под снегом неподалеку виднелись мешки для строительного мусора. В информации, приложенной к фотоматериалу, было заявлено мнение о том, что они тоже полны останков мертвых собак. Данные посты привлекли к себе большое внимание не только зоозащитников, но также и властей города. По обращению жительницу города на 15-м километре трассы Магадан-Балаганная выехал сотрудник УМВД России. На месте, указанном в обращении, был найден фрагмент тела только одной мертвой собаки. И в этот же день находка была отправлена на экспертизу. Сообщение зарегистрировано в установленном порядке. В дежурной части отдела МВД России по городу Магадану проводится проверка. Вопросами утилизации мертвых животных в нашем городе занимается муниципальное учреждение «Комбинат зеленого хозяйства». Вместе с его руководителем Алексеем Гавриловым место происшествия посетила и съемочная группа вечернего Магадана. Был осуществлен выезд для обследования территории на предмет несанкционированной свалки, как может быть отходов. Было выявлено, что на данном пятаке присутствует разного рода мусор, в том числе под снегом, присутствуют следы людей, которые производили здесь осмотр. Соответственно, здесь находится куча того, что находилось в мешках. Полиции будет это озвучено, их официальная версия того, что здесь произошло. Никаких других трупов животных, любых животных или складирования большого объема отходов не выявлено. Скандальные заявления в социальных сетях не всегда несут в себе достоверную информацию. Кроме того, вечерний Магадан обращает внимание ищущих хайпа о предусмотренной законом административной и уголовной ответственности за размещение фейков, в том числе в соцсетях. По факту гибели двух человек в пожаре возбудили уголовное дело. Сотрудники Следственного комитета возбудили дело по части 3 статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Днем 6 февраля 2021 года в поселке Ола в квартире жилого дома по улице Лесной родственники обнаружили два тела. Тела мужчины 1986 года рождения и его племянницы 2005 года рождения без признаков жизни. По результатам проведенной доследственной проверки предварительно установлено, что вероятной причиной пожара явилось воспламенение горючих материалов в результате аварийной работы электрооборудования. По заключению судебной медицинской экспертизы, причина смертей – острое отравление угарным газом. Уголовное дело возбудили для того, чтобы досконально разобраться в причинах пожара, из-за которого погибли люди. «Пять, четыре, три, два, один!» «Поехали!» «Конкурс выставка «Чудо творчество» объявляется открытым!» 250 экспонатов представлено на выставке «Чудо творчество». Она открывается для колымчан уже в 23-й раз во дворце детско-юношеского творчества «Магадана». Возраст участников показа – от 7 до 18 лет. Выставка посвящена Году науки и технологий и 60-летию с момента первого полета в космос Юрия Гагарина. Поэтому большинство проектов на показе посвящено именно космической тематике. Мария Качка занимается в объединении «Баретка» уже третий год с преподавателем Ириной Трошечкиной. Юная рукодельница – победитель и призер творческих конкурсов, в том числе дистанционных. Для участия в выставке «Чудо творчество» Маша подготовила три работы. «Для этой выставки я сделала работу на 3D-пинтере «Марсианская база». Готовила я ее практически месяц. Также я связала ракету. Она готовилась недели две. И ее воздушный шар, который делался практически неделю». По словам педагогов Марии, на достигнутом ученики ДДЮТ не останавливаются. Впереди еще участие в региональных, всероссийских и международных творческих конкурсах. В выставке «Чудо творчества» поучаствовали 14 образовательных учреждений Магадана. На показе ребята представили несколько творческих направлений. «Большие разделы, которые были представлены на этой выставке, это у нас техническое творчество, декоративно-прикладное творчество, изобразительная искусство, компьютерная графика. Все дети, которые приняли участие, получат дипломы, будут отмечены грамотами за призовые занятые места». В конкурсе члены жюри определяют 160 призовых мест. Педагоги отмечают, что выставка «Чудо творчества» получилась яркой. Она продлит свою работу до 22 марта. Посетить показ космических экспонатов в ДДЮТ можно ежедневно с 10 до 19.00. В Муниципальном центре культуры провели гала-концерт победителей детских музыкальных конкурсов. Олегу Домничу 11 лет, 5 из которых он играет на балалайке. Юный артист рассказывает, что дается ему инструмент легко. Олегу нравится учиться в музыкальной школе, поскольку он сможет в дальнейшем связать свою жизнь с этим видом искусства. «Можно поступить в музыкальное армейское училище, и можно ездить по разным странам путешествовать, и очень интересно». В конкурсе приняли участие более 120 ребят. Всего было две номинации – инструментальное и вокальное исполнительство. На гала-концерте наградили победителей. Кроме того, участники конкурсов выступили со своими номерами. Игру на фортепиано, скрипке, аккордеоне, а также вокальные номера представили юные музыканты. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Академическая хоровая капелла имени Евгения Алхимова проведет праздничный концерт. Коллектив имеет потрясающую историю. С момента своего создания капелла проводила выступления не только на территории области, но также объездила с гастролями весь Дальний Восток. В 1992 году в коллектив пришла Нина Трушина, а позднее стала главным хормейстером и впоследствии руководителем. За время ее руководства капелла смогла не только сохранить свои уже наработанные навыки профессионального исполнения, но и приумножить их. Мы очень много поем сейчас зарубежной музыки, современной, но сейчас немножко другое время, и мы стараемся идти в ногу со временем, поэтому стараемся зрителей наших радовать какими-то новинками. Нина Трушина поддерживает современные подходы к исполнительскому искусству, внедряет различные приемы, регулярно привлекает к совместному творчеству другие музыкальные коллективы, разбавляет классический репертуар капеллы разножанровыми произведениями, украшает классические произведения яркими аранжировками. Хоровая академическая капелла готовится к проведению концерта, посвященному 60-летию ее основания. Завораживающий звук их голосов является уже более 50 лет визитной карточкой города Магадана. Репертуар этого концерта включает в себя произведения композиторов разных эпох на различных языках мира. В дополнение к этому артисты готовят новые музыкальные приемы, которых еще не видел магаданский зритель. Капелла сегодня уникальна не только свежим репертуаром, главное – это сам коллектив. Участники возрастом от 16 до 65 лет за время регулярных репетиций стали не просто семьей, а единым целым. Старожилом данного коллектива является Марина Сергеенко. Уже как 40 лет она является его неотъемлемой участницей. Сейчас работает совершенно по-новому, нежели это было при Евгении Ивановиче Алхимове, имя которого носит капелла наша. Я работала под его руководством. Конечно, программа в те годы была совершенно другая. Нина Геннадьевна – молодой человек, ищущий. И, в общем-то, веяние нового времени, конечно, это очень интересная программа. Мы поем восьмиголосие, и у нас появился молодой зритель. Раньше, в общем-то, ходили выборочно люди на наши концерты, а сейчас прям молодежи очень много на наших концертах. Если вы придете на наш концерт, вы увидите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова